Здравствуйте, дорогие наши любители здорового образа жизни! Мы приветствуем вас на нашем сайте Орин Информ. Во-первых, нам понадобится дополнительное оборудование. Вы можете приобрести специальные палки для скандинавской ходьбы, а можете воспользоваться лыжными или любыми другими палками. Во-вторых, скандинавская ходьба придумана для занятий на улице. А я покажу вам альтернативную тренировку занятия в помещении, главное, чтобы оно хорошо проветривалось. Почему такая ходьба полезна? Потому что она тренирует одновременно и верхнюю, и нижнюю части тела. Включает в работу больше 90% групп мышц. Сжигает до 46 калорий больше, чем обычная ходьба. Также снижается нагрузка на коленные суставы и на позвоночник. Мы тренируем сердечно-сосудистую и дыхательные системы. О плюсах скандинавской ходьбы можно говорить долго. Давайте скорее начнем заниматься. Чтобы найти правильное расстояние между палками, разведите стопы в стороны и края стоп, это как раз будет ширина наших палок. Отлично. Собираем стопы обратно, стопы ставим на ширине таза параллельно. И начинаем сначала с разминки. Поднимаем пятки, отрываем пятки от пола и добавляем разноименные движения руками, имитируя ходьбу по улице. Представьте, что вы палками отталкиваетесь от пола, и мы начинаем работать разноименно. Сначала поднимая только пятки. Начинаем ускоряться. Наше ускорение должно быть не меньше пяти минут. Работаем в таком режиме. Как только мы с вами повысили наше ЧСС, разогреваем плечевой пояс. Круговые движения сначала в одну сторону. Тянитесь как можно дальше, но при этом выравнивайте спину, чтобы ваша осанка была правильной. Живот подтянут. Хорошо. Теперь мы непосредственно можем перейти к ходьбе. Начинаем маршировать. Руки также работают в разноименном режиме. Поднимайте колени выше. Так. И восстанавливаем дыхание. То же самое. Мы можем темп свой ускорить. И так же ходим тоже пять минут. Продышали. Хорошо. Отлично. Дыхание восстанавливаем. Теперь мы начинаем добавлять дополнительные упражнения. Присед. Пятки к полу прижаты максимально. Тянем таз назад. Руками тянемся вперед. Вдох. И на выдох как можно дальше отводим локти назад. Вдох. Таз назад. Выдох. Плечи опущены вниз. Вдох. Ровной спиной. Выдох. Уже максимально включены в работу мышцы ног. Выдох. Мышцы спины. Рук. Вдох. Выдох. И живота. То есть тем самым мы одним упражнением прорабатываем максимальное количество мышц. Выдох. И еще один раз. Вдох. Выдох. Немножко изменим. Тянем руки в сторону. И такой же присед. Вдох. И выдох. Следите за тем, чтобы плечи были выше кисти. Вдох. Выдох. Если вы будете сильно низко опусыкать корпус, вот так, то у вас будет лишнее перенапряжение в плечевых суставах. Вдох. Выдох. И давайте ускорим темп. Еще четыре раза. Подъем. Три раза. Пятками толкаемся. Два. На выдох. Подъем. И последний раз. Выдох. Еще раз перешли на марш. Восстановили движение. Еще минуты две-три помаршировали. И теперь приступаем к нашим завершающим движениям. Сейчас нам нужно ноги поставить также параллельно. Теперь меняем небольшое изменение. Меняли положение рук. Руки вперед. Опираемся на палки кистью, локти вниз. И делаем подъем одной ноги вверх. Опустили. Этой же ногой работаем. Восемь раз. Выдох на подъем. Вдох. Корпус должен повторять линию палок. То есть вертикальное положение тела. Выдох. Вдох. И крайний раз. Выдох. Вдох. То же самое на вторую ногу. Ровно. Выдох. Вдох. Следующее завершающее движение. Меняем положение только палок. Ставим руки вперед вместе с палками. Колени слегка согните. Мягкие колени. И поднимаем восемь раз одну ногу. И восемь раз другую ногу. Делаем вдох. И на выдох подъем. Выдох. Вдох. Выдох. Держите корпус ровным. И крайний раз доделываем. Выдох. Поменяли вторую ногу. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Колено и сустав. Немножко согните. Чтобы давление шло именно не на сустав, а работали мышцы. Выдох. И еще один раз. Выдох. Замечательно. Меняем позицию. Подтягиваем правое колено к груди. И выводим прямую ногу назад. Выдох. Вдох. Вертикальный корпус. Выдох. Корпус повторяет линию палок. Вдох. Выдох. Толкайте ногу назад с сильной негодичной мышцей. Выдох. И также опорное колено мягкое. Выдох. И крайний раз. Вдох. Поставили ногу. Ага. Выдох. И то же самое на вторую ногу. Еще раз. Вдох. Выдох. Не забывайте, что вы должны проработать не менее 8 подходов на каждую сторону. Выдох. Еще раз. Вдох. И крайний раз. Вдох. Выдох. Теперь упражнение на дыхание. Вдох. Просто потянулись, развели руки. И выдох. И еще вдох. Пока ваше дыхание полностью не восстановится. Выдох. Этого достаточно, чтобы закончить тренировку. Вдох. И выдох. На этом наш комплекс завершен.